Владимир Хондогий с нами на связи. Это чрезвычайный полномочный псал Украины, президент общественной организации Украинская Ассоциация Внешней Политики. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, в свою очередь говорим о Канаде и о канадской помощи. Президент, кстати, Украины не объявлял ранее об этом визите. Насколько, как вы считаете, этот визит может быть результативным в плане и военной помощи, и, конечно же, еще более укрепление дипломатических отношений между Канадой и Украиной? Ну, у меня нет сомнения, что этот визит будет результативным. Я думаю, это важный визит, и Канада очень важный союзник Украины в борьбе против российской агрессии. Я думаю, что все-таки более заметной будет политическая поддержка Украины, и, я думаю, этот аспект будет доминировать на переговорах Зеленского с премьер-министром Канады. Хотя, например, на второй день визита, завтра, насколько я знаю, президент посетит Торонто, где встретится с большой группой канадских бизнесменов, которые готовы и планируют инвестировать и развивать экономическое сотрудничество с Украиной. Но все-таки, повторюсь, политическая поддержка Канады как фактор, скажем так, мобилизации общественного мнения в поддержку Украины, это очень-очень важно. Ну, не последний роль в этом, естественно, играет канадская община украинская, это украинская диаспора, скорее всего, и, наверное, это наиболее мощная украинская диаспора в мире. Мне самому довелось работать в Канаде в свое время послом, и я хорошо знаю, насколько канадская, украинская диаспора, украинцы, канадцы украинского происхождения активны в своей поддержке всех наших начинаний здесь, в Украине. Ну, если уж говорить о украинской общине в Канаде, ну, вот как вы оцениваете влияние этой общины? Это же не просто какие-то там средние жители, украинцы, канадские украинцы доходят до высших сфер власти в Канаде. Как вы оцениваете влияние канадских украинцев именно на эти визиты, именно на гостеприимство Канады, именно на решения, которые влияют на оказание экономической и военной помощи Украине? Если более детально. Да, канадская диаспора украинская, она не просто, как бы, статистические канадцы, но мы знаем, что генерал-губернатором Канады был канадец украинского происхождения Рамон Натышин, канада, вернее, украинцы в Канаде в некоторых районах, в большинстве районов они занимают приблизительно пятое место среди этнических и меньшинств, вообще Канада это страна эмигрантов, и их политическое влияние, в принципе, очень важно для каждого канадского политика. В то время, я могу сказать, например, министр странных дел Канады Ллойда Эксвази, он был, скажем, проголосован в парламент Канады и стал министром благодаря голосам именно украинцев. То есть, внутри страны, в Канаде, украинская диаспора играет очень значительную роль, все помнят ее вклад в, в принципе, разбудову, построение, скажем, Канады. То есть, это очень-очень важно. И в свою очередь, насколько можно говорить о том, что Канада может стать также долгосрочным помощником Украины в плане войны, которую начала Российская Федерация. Я имею в виду не то чтобы гарантии, но очень многие говорят о том и настораживают очень сильно заявления республиканцев в Соединенных Штатах Америки, особенно в преддверии выборов США в ноябре следующего года. Насколько такая поддержка от Канады гарантирована в плане не только премьера, но и, грубо говоря, ниже парламент, представители и так далее? Ну, я думаю, безусловно, Канада является, ну, скажем так, естественным союзником Украины, мы уже сказали, и не только, ну, в значительной степени через наличие украинской общины, украинской диаспоры там. И, учитывая важные связи, устойчивые связи между Канадой и Соединенными Штатами Америки, это очень тесные связи. Я думаю, Канада может активно влиять и на позицию Соединенных Штатов, в том числе, вот в этой связи, о которой вы говорили, на выборы следующего года, возможный приход к власти республиканцев. Ну, я бы не стал, скажем так, обобщать, и позиция республиканцев отличается. Значительная часть, возможно, большая часть республиканцев все-таки поддерживает Украину. Но есть определенная, скажем так, протрамповская когорта там, которые, вот, возможно, будут ставить какие-то палки в колеса активизации этой поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки в случае избрания республиканского кандидата на пост президента. Ну, мы это посмотрим, тут не будем забегать вперед. Так вот, Канада как раз может отыграть, сыграть определенную роль и для Украины. Канада – член НАТО. Мы можем рассчитывать, я думаю, на поддержку Канады в нашем евроатлантическом сотрудничестве и, скажем, позиция Канады на следующем саммите НАТО в Вашингтоне, где, как мы ожидаем, может быть передано Украине приглашение к вступлению в Альянс. Ну, вот Канада, мы рассчитываем, будет играть значительно важную роль в этом вопросе. Ну, и в ООН, в том числе, она играет очень важную роль. Поэтому, я думаю, политическая поддержка Канады, ну, я не хочу предъявлять слово «гарантированно нам на века», скажем, что все в мире может измениться. Но я лично не вижу каких-либо перспектив к тому, что позиция Канады будет меняться в отношении Украины. Еще один важный момент. В Торонто Зеленский также встретится с канадскими бизнес-лидерами с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее Украины. Все мы видим прекрасно, что Украина сейчас страдает от российских ракетных атак. Все мы видим, что, да, многие компании, бизнес возвращается, вернулся и возвращается в Украину. Но все же инвестор, который приходит с деньгами на ту или иную территорию, должен иметь гарантии безопасности и, конечно же, гарантии прозрачности ведения своего бизнеса. Готова ли Украина предоставлять такие гарантии, особенно в гарантиях безопасности, понимая, что Российская Федерация цинично наносит ракетные атаки по всей абсолютно территории Украины? Да, это все то, что называется инвестиционным климатом. Но тут, конечно, мы не можем говорить о каких-то особых гарантиях именно Канаде. Я думаю, что Канада рассчитывает на эти гарантии, как и любые другие бизнесмены, которые планируют делать бизнес в Украине и работать. Поэтому, безусловно, без наличия нормального инвестиционного климата, без изменения различных правовых основ деятельности корпораций в Украине, усиления роли вообще верховенства права, нам трудно ожидать какой-то реальной инвестиционной активности, в том числе и со стороны Канады. Но плюс еще надо понимать, и мое личное мнение, мы не можем очень уж сильно рассчитывать на какую-то большую помощь со стороны Канады в плане инвестиций. Надо понимать, что экономика Канады, я не буду называть какие-то цифры, но мне кажется, на 90% зависит, и завязана, вернее даже не зависит, а завязана на экономику Соединенных Штатов. И поэтому канадские инвестиции в Украину, они как раз требуют такого какого-то стимула, очень серьезного, чтобы выбрать Украину, ну, визави, скажем, тех возможностей, которые существуют для них, как сопредельного пограничного государства в Соединенных Штатах. То есть вот тот инвестиционный климат, о котором мы говорили, ключевой здесь для того, чтобы привлечь канадский капитал в Украину. Владимир Дмитриевич, ну вот поездка Зеленского из Соединенных Штатов в Канаду, это же не просто по географическому принципу, не просто пересечение границы из одной страны в другую, это еще и поездка в следующую страну после его выступления на Генассамблее ООН, его выступления на Совете Безопасности ООН. То есть это как некий символический ход, символический знак. Как в Канаде, ну и в мире в целом воспримут выступления Владимира Зеленской по поводу реформирования ООН, и как это усилит позиции Украины в плане принятия мирного плана Украины в Канаде и в мире в целом? Ну, безусловно, но я думаю, не секрет, что президент Зеленский воспользовался пребыванием в Северной Америке для того, чтобы посетить Канаду. И вот как раз Канада может быть нашим активным, скажем так, помощником или лоббистом, как хотите, вот в вопросе реформы Организации ООН. Надо понимать, что Канада имеет большой авторитет ООН, она как бы занимает очень проактивную позицию в этой организации. Не всегда эта позиция совпадает с большинством, скажем так, государств, постоянных членов Совета Безопасности. То есть Канада тоже может быть той страной, которая поддержала бы наши предложения в отношении реформы ООН. В первую очередь, то, что сказал президент Зеленский на задании Совета Безопасности, каким образом можно, в общем-то, обойти или, скажем так, подолаты, как это сказать, вета, которым злоупотребляет Российская Федерация в Совете Безопасности. В Канаде есть хорошие юристы-международники, и история показывает, я в свое время тоже занимался этим вопросом ООН, где Канада играла очень важную роль. То есть я думаю, что реформа Совета Безопасности и реформа ООН в целом будет предметом переговоров президента Зеленского в Канаде. И я думаю, что нам следует тут поработать с Канадой для того, чтобы более четко привлечь эту страну на свою сторону в вопросах реформирования организации бюджетных наций. И если говорить сейчас непосредственно о укреплении отношений дипломатических, об укреплении оборонных, как может продвигаться в целом вопрос касательно такого нужного вооружения Украине? Потому что мы видим прекрасно вопрос касательно атакам с дальнобойных ракет. Он постоянно был на паузе. Вот буквально сейчас NBC со ссылкой на Байдена говорит о том, что в небольшом количестве ракеты атакам передадут Украине. Но опять же подчеркну, это сообщает NBC, поэтому тут как бы стопроцентной гарантии пока что прямой цитаты не было, мы не видели и ее нет, поэтому стопроцентной информации утверждать не можем. Но все же, такое мнение прозвучало. Дальнобойные ракеты, самолеты F-16 в нужном количестве, аналоги самолетов Gripen, Mirage и так далее. Как дипломатическая работа украинских представителей, делегаций, лично президента Украины, может менять и ломать этот ход войны, и ломать вот эти вот, знаете, паузы в предоставлении той или иной необходимой военно-технике Украины, Украине? Ну, знаете, тут я хотел бы сказать, эта война разрушила один из стереотипов, который давно существует, что когда говорят пушки, дипломаты молчат. Так вот, это известное выражение Цесарона. Так вот, сейчас мы есть свидетелями того, что и говорят пушки, и дипломаты проводят активную работу. И, в общем-то, вот те сдвиги, которые произошли в политике определенных отдельных западных государств по вопросам поставок Украине тех или иных видов вооружения, они произошли в том числе. И, может быть, в первую очередь из-за усилий дипломатии. Надо отметить личную дипломатию президента в этой связи, но и Министерство иностранных дел, посольство Украины за рубежом, я абсолютно точно знаю, для них этот вопрос является не просто приоритетным, это вопрос номер один, все остальное это второстепенно. Поэтому будут поставлены дальнобойные ракеты Украины. Мы посмотрим, я здесь не военные эксперты, не могу точно сказать, но у меня такое ощущение, что мы узнаем об этом уже тогда, когда эти ракеты появятся у нас. И, в общем-то, не нужно каких-то там особых фанфар и приурачивать это к какому-то конкретному событию. И вот эта утечка, что произошла после встречи Байдена с Зеленским, о том, что все-таки Соединенные Штаты Америки поставят определенное количество дальнобойных ракет Украине, она очень-очень важна. И то же самое мы ожидаем буквально на следующей неделе, насколько я понимаю, первые абрамсы должны появиться в Украине. Мы, я думаю, преодолели уже, скажем так, психологический порог в отношении F-16. Вы помните, что еще какие-то несколько месяцев тому назад или полгода об этом даже не могли заикаться. А сегодня мы говорим, и уже совершенно прямой идет подготовка наших летчиков на этих машинах. То есть, да, это идет и делается, может быть, не с той скоростью, с какой мы хотели бы, но таковы реальности сегодняшнего мира, и нам нужно с этим считаться. Спасибо вам, Владимир Дмитриевич. Владимир Хандагей, чрезвычайный и полномочный посол Украины, президент общественной организации Украинской ассоциации внешней политики, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин